И так еще раз, уважаемые друзья, очень интересный и драматичный матч развивается на третьем порте республиканского теннисного центра в Минске. Сегодня 27 марта 2016 года, в воскресенье Илья Карпов подает при счете 6-5 на втором сете. Мы понимаем, что первый сет Илья успешен со счетом 3-6. Илья дает двойную ошибку. И вот уже украинский спортсмен Илья Сарафин имеет преимущество 0-30 на подаче карты. Вновь проходит первый мяч у Карпова. 15-30. Очень напряженная встреча. Очень напряженная встреча. Нужно отметить, друзья, что это второй круг квалификационного турнира. Курнир-приехт по категории. В основной категории юноша 14 лет и молодой. Сарафин пробивает линию Карпов. И не торопится об атаке. Опытный спортсмен. Выбрасывает корочки. Сарафин пробивает. Четко кладет по месту. Илья надеялся на ошибку Сарафина. Но Сарафин положил мяч и ошибся. 15-40. В это время на втором корте белорусские спортсмены ошибаются. Выполняют удар с воздуха. Парпов сражается. Парпов сражается. И его головые действия дают результат. Меньше пока что на подачи карты. Проходят первые уделения. Очень грамотно выбрасывает горку, рассчитывая на ошибку Саракина. Но Саракин оказался четок и положил мяч. 6-6, уважаемые друзья. 6-6 в втором сете. Нас ожидает очень захватывающий тайбрейк. Спокойно, может быть, слишком спокойно попадает первым мячом Саракин, но ошибается, выполняет удар с отскока. Такое количество ошибок Илья Карпов не прощает. Мы знаем, насколько это волевой, смотивированный спортсмен. И столько ошибаться против него нельзя. Ну, Карпов не проходит первый мяч. Вторая безупречна. И вот еще одна ошибка Саракина. 2-0, помимо Карпов, на тайбрейке. Проходит у Карпова первая. 3-0 на тайбрейке. Интересное и интересное развитие матча. Саракин отпускает Карпова. Усиливает Саракин. И ошибается, выполняя удар с отскока. 4-0, Карпов на тайбрейке ведет. Саракин вкручивает подачу. Илья Чокрова входит. И 5-0, Карпов. Вновь проходит у Карпова первая подача. Атака с короткого. 5-1. Саракин обвел четко Карпову. В это время противостояние украинского и белорусского комиссия после второго порта продолжается. Многое время не работает. Мы не совсем четко его наблюдаем. Не могу сказать, что там внимание мое было на втором порте. Не могу сказать. Второй мяч, видимо, принял решение Саракин. А, играют два мяча. Не четко, не четко, не четко сыграл Карпов. В общем-то, должен был обвалить в этой ситуации. Но не получилось. У нас третий мяч. У Саракина. У Саракина пока что 2-4 на тайбрейке. К нам идет первый мяч. Кручивают вторую Саракину. Карпов. Вновь свою стратегию. Таких полугуров. И добивается ошибки Саракина. Хитрое решение Карпова. 6. Безупречная, косая, уходящая подача. Что творит в защите Карпов? Что творит в защите Карпов? Счет, видимо, 6-5. 6-5 или 6-5. Я уже убился со счета, уважаемые друзья. Но у Карпова, видимо, велосердка. У Карпова остается геймбол. Проходит первая. И Илья выбрасывает мяч. Свою стратегию он продолжает реализовывать. Смягчает удар. Но Саракин в данном случае был безупречен. Пробил с мягкого мяча. Заставил Илью ошибиться в защите. Какой же счет? Какой же счет? Остается ли сетбол? Мягко сыграл Карпов. Опять продолжает бросать горку. Сарафин аккуратно играет. Аккуратно играет Сарафин. Карпов вновь выбрасывает горку. Даже это не горка, а не крючка. Сарафин тоже отмечает ему тем же оружием. Перекладывает здесь. Карпов продолжает держать мяч. Пробилает Сарафин. И ошибается Сарафин. Ошибкой Ильи Сарафина завершается в пользу Ильи Карпова второй. Хитрый план Карпова сработал. Еще раз обращаю внимание, уважаемые друзья, что права на комментарии к матчу, которые обожают Старикову и Борису, не сочетали копированию и распространению бесписьменного на то согласия. Мы пока что вернемся, перейдем на второй кор. Здесь встречаются два спортсмена. Значит, здесь встречаются два спортсмена. Аликсандр Бюклин, Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова